Со дня открытия Инклюзивный Центр Раннего Развития «Росток Надежды» активно расширяет границы разнообразных занятий для детей с расстройствами аутистического спектра и другими неврологическими заболеваниями для того, чтобы помочь их реабилитации и социализации. И вот сейчас у Центра появились новые возможности для его важной и нужной работы. Все началось с создания проекта, посвященного сенсорной интеграции. Этот проект Инклюзивного Центра Раннего Развития «Росток Надежды» стал победителем в конкурсе президентских грантов. В рамках этого проекта появились хорошие возможности для оборудования специального зала, что позволит проводить бесплатные занятия для детей. Глава Славянского района Роман Синеговский и председатель Совета района Григорий Литовко пришли сюда, в зал сенсорной интеграции, чтобы поздравить с его открытием директора и специалистов Центра, воспитанников и их родителей. Роман Синеговский отметил, что «Росток Надежды» быстро развивается, делая очень полезное и необходимое дело. Открытие зала – не последний шаг. Уже отведен земельный участок, есть проект для строительства собственного здания Центра. Мы будем строить современное здание, где не понадобится переходить по улице из одного помещения в другое. Я уверен, что мы шагнем еще дальше в оборудовании, в тренажерах и во всем остальном, для того, чтобы получить основной результат. Основной результат – это оздоровление, конечно, наших детей, ну и параллельно – это и общение, это и воспитание. Директор Ирина Пушкарева сердечно поблагодарила всех, кто помогал и помогает развитию Центра «Росток Надежды». Новый зал дает большие возможности для помощи детям. Мы очень рады, мы давно планировали. Детский Центр «Росток Надежды» существует уже более двух лет, и мы два года шли к этой мечте. Это зал по сенсорной интеграции для детей с особенностями развития и не только. У нас специализировано оборудование в этом зале, будут заниматься с детьми, направленные на работу с телом. Полноценно не работает голова, потому что полноценно не работает тело. Поэтому наши мечты сбываются благодаря фонду президентских грантов, благодаря помощи президента нашего. Мы можем себе это позволить и наши дети тоже. Была торжественно перерезана алая лента. Затем специалисты Центра продемонстрировали его гостям игру занятия с детьми. Воспитанники получили сладкие подарки. Немаловажно, что прекрасное оснащение необычного зала не единственный его плюс. В Москве обучается специалист по сенсорной интеграции, который будет здесь заниматься с детьми. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова